всем пламенный привет это снова суммы racing team и сегодняшний тест-драйв мы хотим начать с вопроса почему при выборе седана бизнес-класса все в первую очередь обращают свое внимание на mercedes ешку на бмв 5 серии на audi a6 в крайнем случае на lexus один автомобиль незаслуженно остается в тени а может быть и заслуженно поэтому мы решили разобраться в этом вопросе встречайте toyota avalon Субтитры делал DimaTorzok Итак, Toyota Avalon – полноразмерный седан бизнес-класса. Само название классификации говорит о том, что этот автомобиль предназначен для ведения бизнеса. Конкретно наш экземпляр имеет такой веселенький голубенький цвет, который символизирует безоблачные горизонты вашего бизнеса. Но как в любом безоблачном небе рано или поздно появляются тучки, так и на горизонте вашего бизнеса могут появиться какие-то неприятности. И автомобиль, ваш верный конь, должен быть к ним готов. Уважаемые друзья, в наших суровых реалиях ведение бизнеса обязательно сопровождается появлением должников. В любом случае, рано или поздно, должники появятся. И нам кажется, что багажник именно Toyota Avalon очень хорошо подходит для этих людей. И мы с Виктором решили проэкспериментировать, как же будет себя чувствовать должник в багажнике Avalon. Мы долго спорили, кто же туда полезет, и на помощь нам пришла 5-копеечная монета. Орел или Решка? Решка. Моя очередь. Залази. Залази. Итак, друзья, мы продолжаем сжечь. И что хотелось бы сказать. Ввиду того, что я отправляюсь в багажник Avalon, у меня есть уникальная возможность немножко благоустроить свое место. Однако, если вы реальный должник, у вас такой возможности может и не быть. Одним из минусов Avalon является отсутствие специальной ручки для закрытия крышки багажника. Поэтому вам в любом случае придется ждать, пока мисс Дебитор сделает это за вас. Я думаю, что мы в этом вопросе поможем. Как там? О, работает. Так, друзья, садишься в салон, здесь все красиво. Бежевая кожа, она в прекрасном состоянии, сиденья не затерты. Пробег у автомобиля 183 тысячи родных. Автомобиль имеет хорошую плавность хода, но за все в этой жизни нужно платить. И здесь мы расплачиваемся управляемостью. Руль не информативный, мягкий, имеются крены в поворотах, но зато автомобиль хорошо проходит неровности на дороге. Фактически мелкие ямки вы не чувствуете. Если вы оказались в багажнике Тойоты Авалон, есть позитивные моменты, а есть негативные моменты. Значит, позитивный момент заключается в чем? Здесь достаточно просторно, и я со своим ростом 1,92 метра здесь нормально, свободно поместился. Второе. Вы здесь не задохнетесь, потому что герметизация щелей оставляет желать лучшего. Поэтому здесь, в принципе, хватает прилива, притока свежего воздуха, и вы можете по этому поводу не переживать. Следующий плюс, что в ветров упирается сабвуфер открытого типа, но его нельзя назвать сабвуфером. Назмем это низкочастотный динамик открытого типа фирмы JBL, который при снисходительном обращении с вами того человека, который сидит за рулем, может вас порадовать приятным басом. На Toyota Avalon устанавливались два вида коробок передач. Первая это 5-ступенчатая, вторая 6-ступенчатая. А здесь у нас в этой комплектации установлена 5-ступенчатая коробка передач, такая же, как устанавливалась на Lexus RX. По сравнению с немецкими конкурентами, при той же длине колесной базы этот автомобиль имеет кузов на 20-30 сантиметров длиннее, чем MERS 211, BMW E60, либо Audi C6. Это добавляет комфорт, но, соответственно, сказывается на управляемости. Наделочные материалы багажника, ну, как для любого стандартного японца, никудышные. Ну, в принципе, японцы этим никогда не славились, потому что все равно сильной стороной любого автомобиля, который произведен в Японии, а конкретно Toyota, всегда являлась надежность. И с этим у Avalon проблем нет. Что касается двигателя, то, вы сами прекрасно понимаете, этот мотор один из самых распространенных. Объем 3,5 литра в V-образных шестерках, куда он только не ставился, и на Camry, и на Highlander, и на RAV4. Вот, и двигатель этот при нормальной эксплуатации 300 тысяч, к бабке не ходи, он отходит без проблем. Двигатель у нас 2 GRFE, 277 лошадиных сил, хотя по некоторым, именно на этой машинке, это одна из первых у нас встает, Avalon, это 2006 год, и здесь еще мотор не дефорсировали, потому что, чуть на поздних моделях, мотор дефорсировали, и он уже был не такой мощный. 2 GRFE, 277 лошадиных сил, ну, некоторые говорят 283, но реально, для этого кузова, даже для этого веса, этого мотора, вот так вот, с головой, то есть на передний привод, вешать более мощный мотор, это вообще полое безумие, потому что уже и с этим мотором, машина может вытворять, черт знает что. Ну, вы знаете, для меня остается вопросом, почему, например, на той же самой Nissan Maxima, в кузове А34, где установлен мотор VQ35DE, таким же самым объемом, тоже 6-цилиндровый V-образный двигатель, с мощностью 268 лошадиных сил, но, блин, на Maxima нет вообще реализации этой мощности, нет реализации этого крутящего момента, а там крутящего момента 345 ньютон на метр, вообще нет такой реализации, какая есть у Avalon, поэтому для меня это, например, вопрос. Здесь установлен V6, объемом 3,5 литра, весь крутящий момент передается на одну лишь переднюю ось. Двигатель очень резвый, в паре с автоматической коробкой передач, он позволяет на данном автомобиле, может даже немножко порысачить. Продолжаем вещать из нашего столь необычного положения. Значит, что хотелось бы сказать по поводу слабых мест Avalon. Прежде всего, это отвратительные тормоза. Один-два раза хорошо оттормозитесь, поплывут и тормозные колодки, и поведет диск. Все, что собрано в Соединенных Штатах Америки, вообще ни в коем случае не хочет тормозить. Я не понимаю, почему так происходит. Это же петрушка с Avalon. Дальше, второе. Опоры задних стоек тоже очень часто ломаются. Следующее, муфты VVTi. Муфты VVTi постоянно, ну не постоянно, да, муфты VVTi это тоже слабое место Avalon, и со временем они начинают издавать отвратительный шум. Такое впечатление, что у вас под капотом ведро с гвоздями. Так вот, если у вас нервная система крепкая, вы можете на это дело забить и не париться, потому что в любом случае ни на скорость, ни на ресурс это не влияет. Однако, если все-таки вас это крепко харит, то лучше всего эти муфты просто поменять. Дальше, идем, рулевая рейка заканчивается, рулевая рейка обычно заканчивается к 100 тысячам километров. Ну, это, я думаю, не такой уж критичный момент, потому что у европейцев, особенно у свежих, рейки ходят по 70, по 80 тысяч, не больше. Хотелось бы отметить еще одну проблему, это утечка масла, которая происходит из-за па трубка в системе смазки, опять-таки той же самой системе VVTi. Данная трубка просто по непонятным причинам перетирается, и за этим нужно следить, потому что если это дело все пропедалить, то это может закончиться плачевно. Также нужно сказать, что в двигателе 2GRFE установлена цепь газораспределения, и там, в принципе, проблем нет. Но нужно не забывать, что помпу охлаждения нужно менять каждые 50-60 тысяч. В остальном же, в принципе, как и все Тойоты, тачка достаточно надежная и неубиваемая, чем она всегда, собственно говоря, мне и нравилась. Естественно, и среди конкурентов это полноразмерный... Полноразмерный... С одной стороны, комплектация автомобиля вроде бы и богата, а с другой стороны, к ней есть вопросы. Например, в том же самом Nissan Maxima, в кузове А34, регулировка руля выполнена в электронном варианте, при этом положение руля записывается в память. Вы нажимаете на кнопочку, автомобиль подстраивает зеркала, сиденье, руль, так, как вам нужно. Здесь же реализован классический Тойотовский подход. Здесь имеется два рычага. Один регулирует положение руля по высоте, другой регулирует положение руля по вылету. При этом я, например, находясь за рулем данного автомобиля, не могу обеспечить себе правильную посадку. Например, вылета руля мне недостаточно, для того, чтобы я сел так, как это должно быть. Большая часть центральной консоли автомобиля покрыта такими пластиковыми крышечками, которые, к слову, не очень хорошо открываются и закрываются, под которыми находится большое разнообразие ниш. Со временем вы сюда можете перенести все содержимое своих кладовок из квартиры. Рано или поздно так и происходит. Причем, сам этот пластик выполнен не очень качественно. Он имеет такой серебристый цвет. Оно звенит, не очень хорошо открывается, не очень хорошо закрывается и пластик этот царапается. Соответственно, салон приобретает немного потертый, поношенный вид. Смотрите, вы заглушили автомобиль, забыли закрыть окно. Окно не закрывается. Теперь вам для того, чтобы его закрыть, нужно снова завести автомобиль. Для этого нажать на педаль тормоза, нажать на кнопку. Все заведется и тогда вы сможете закрыть окно. Почему так? Друзья, посмотрите на угол открытия двери. Практически 90 градусов. Если у вас в жизни сложилось так, что спереди появился небольшой рюкзачок, то с заднего ряда сидений Toyota Avalon вы сможете выйти все равно без проблем. Еще одной отличительной особенностью заднего ряда сидений Toyota Avalon является абсолютно ровный пол. Вы здесь сможете без проблем ходить даже не пригибаясь, если вы достаточно маленького роста. Здесь есть еще два нюанса. Во-первых, управление климат-контролем для задних пассажиров отсутствует как класс. Здесь у нас две крутилки. Можно сделать обдув сильнее и не сильнее. И больше ничего. И вторым моментом, который может вам повлиять на ваше хорошее настроение, это окислившиеся накладочки с надписью Avalon. Со временем они начинают стареть и приобретают не очень опрятный вид. Седаны бизнес-класса всегда проектируются с расчетом на то, что на заднем сидении будет находиться человек. При этом конструкторы Toyota не утрудились разместить здесь какой-то экранчик, куда можно смотреть во время длительной дороги. Выход есть. Это DS-169E. Сейчас мы произведем замер разгона машинки от нуля до сотни с помощью рейс-лоджика. Посмотрим, на что способен 3,5-литровый V6. Поехали. Все нормально. Нормально. Первая попытка 7,6. Мы едем на газу. Сейчас будет вторая попытка. Потом переключимся на бензин. Попробуем еще разок. Все мы одна. Это газ. Я переключил машинку на бензин. Сейчас посмотрим, будет ли отличаться время разгона до сотни. Итак, поехали дальше. Первая попытка 7,3. Вторая попытка 7,6. Получается, разницы нет. Газ, бензин. Одно и то же. Теперь замер квоттера. Срабатывает антибукс. Это говорит о том, что машина может выдать и более лучший результат. 15,6 первая попытка. Вторая попытка замер квоттера. 15,5. Друзья, замер от 100 до 0. Поехали. 4,2 секунды. Тормозной путь 50 метров. Друзья, если вам все это дело надоест, и хозяин автомобиля пропедалил убрать вот этот крючок, то вы сразу можете, дернув его, оказаться на проезжей части, сзади автомобиля. Но на такой бы скорости я бы не стал этого делать. Братан, стопэ! По поводу музыки. Здесь с завода установлена аудиосистема JBL. В принципе, звучит хорошо. Есть разнообразие режимов surround, on, off. Вы можете включать, настраивать. Ну, для среднего уха, в принципе, нормально. Если вы меломан, то есть вопросы. Вы можете включить surround, можете выключить. Если у вас сзади, в какой-то части автомобиля находятся пассажиры... Своим комфортом! Однако, если вы серьезный бизнесмен и при этом меломан, то качество аудиосистемы, конечно же, вас не устроит. И вам понадобятся более жесткие вещи. Господа, если вас все-таки не устраивает качество звучания штатной аудиосистемы JBL Synthesis, то вы всегда можете досносить свой валон комплектом замечательных концертных колонок той же фирмы. Ну, а теперь, друзья, после этих несложных доработок можно навалить музла. Такого, какого надо. И так, что же ожидает автомобиль бизнес-класса? В багажнике шумоизоляция никудышнее. Это поездки в серьезные и длительные бизнес-командировки. Сейчас мы посмотрим, как справится с этим вопросом наш автомобиль. Братан, что надо? Ты прикалываешься? Братан, что надо? Прости. Ну, что, друзья, все влезло. Сегодня на территории Украины такой автомобиль 2006 года примерно стоит от 10 тысяч долларов. 10-13 можно искать в зависимости от состояния. За эти деньги вы получаете тойотовскую надежность легендарную, здоровенный, огромный, удобный салон, плавный ход, резвый мотор, здоровенный багажник, что немаловажно. И вообще, очень многое, что соответствует бизнес-классу. Если вы любите комфорт, надежность и не хотите при этом много платить, обратите внимание на валон. Некоторые исследователи на территории Британии пытались найти вход в мифические врата Авалона. Мне кажется, они не там искали. Это суммы Racing Team и Toyota Avalon. Всем удачи на дороге, до новых встреч, пока. Пацаны, где мы? На Курской. На Курской? Да, пока. Да. Ладно, давайте, пока, пацаны. Давай, давай. Стой. Мне пожелали удачи, добрые люди. Да, она мне сейчас не помешает. Редактор субтитров А.Семкин